Вы смотрите шоу Подъем на телеканале ТНТ Интернешнл. Сейчас все больше людей задумываются о полезном питании. Хотя в магазинах можно найти любые продукты, они устраивают далеко не всех. Многим хочется чего-то более натурального, выращенного в каких-то фермерских хозяйствах или у себя на огороде. И поскольку не у каждого есть возможность разбить огородик возле дома, многие ищут где купить натуральные фермерские продукты. Сегодня у нас в гостях человек, который пиарит и активно продвигает фермерскую продукцию. Участница проекта «Усё своё» – фуд-коуч Ксения Вятская. Ксения Вятская – фуд-коуч, гастроэнтузиаст, блогер, мать троих детей. Окончила Московский литературный институт, выступает за здоровое питание, устраивает праздники фермерской еды. Автор гастрономического проекта «Усё своё» выросла в Минске, но вместе с семьёй переехала в деревню, чтобы быть ближе к природе. Ксения, привет! Доброе утро! Доброе утро, ребята! Ну что, как настроение? Ну оно всегда хорошее. Я ведь деревенская девушка. Я встаю раньше всех. Правда? Конечно. Это же раньше петухов? Это вот, это Ксения ходит и ищет петухов, говорит, что ты не орёшь. Вася, всё снять. Нет, они сейчас вообще очень редко орут. Я же замечаю, что они уже сами впадают в какую-то вспячку. Поэтому приходится их будить, конечно, приходить, говорить, вставайте. Ты ходишь и смотришь на петуха, пока он не просит. Как добралась? Ну, хотелось бы рассказать, как я там добиралась. Конечно, на маршрутках, на том, на всём. Ну, просто, конечно, хорошо добралась. Муж завёлся. Два километра на корове, потом дровейка началась. Да, так и есть. Грейдеры ещё в деревне не проехали. Это очень серьёзный вопрос у нас сейчас. Всё у дырках такое вот заполнено. Теперь важный вопрос. Важный, всё. Важный, всё, давай. Сконцентрировались все. Откуда взялся проект «Усё своё?» Расскажи подробнее, что это за проект, с чем он связан, как ты участвовала в нём? У меня вся жизнь была связана как-то так с едой. Я была первым гастроэнтузиастом здесь, в Беларуси. И как так получается, что я там рожала детей, и я видела, что мне хочется их кормить более какой-то качественной едой. Я начинала искать какие-то фермеров для себя. Потом я стала делиться там со своими подписчиками, этими фермерами. Этих фермеров начало не хватать на всех. Представьте себе такой мир, что всего три года назад белорусского домашнего сыра, например, не существовало. И вот мы начали делать раз в сезон такие праздники родной еды, всё своё. Фермеров начало становиться всё больше. Всё больше людей находили себе потенциал что-то создавать. И вот они теперь сами добавляются в нашу команду, сами пишут, звонят. Мы хотим к вам, мы печём хлеб, мы делаем то. Мы делаем какие-то там карамельки, кто-то вялит томаты. Даже есть ребята, которые просто делают один соус там из брусники. И это уже вау, как круто, потому что мы с вами же его не делаем. Они пусть делают, мы у них всё купим. Потому что нереально обычному человеку, особенно тому, который работает, у которого куча каких-то дел, вот забить весь свой холодильник всеми продуктами, которые ты сделал сам. И я сама, как деревенский житель, которая решила, что я всё знаю, сейчас этим летом заведу кучу курей, наращу, стану просто бароном яичным. Я увидела, что они очень быстро, эти куры погибают, пропадают, убегают и так дальше. И у меня от сорока кур сейчас осталось три. Может быть, все они, может быть, потому что у тебя дом недалеко от кольцевой. Может, географию выбирать. Кстати, недалеко. Вот, видишь, я... У нас там виние Сталин, они там постоянно стреляют, и, может, они пугаются от этих звуков и убегают. Может, они играют в игру, там, перебеги кольцевую с закрытыми глазами, на камень-ножнице в курятнике, от нечего делать, такие хлоп-хлоп, и потом, бах, было сорок, осталось три, может быть. Да, так что это вообще такой бизнес, знаешь. Вы сейчас ярмарки проводите, что-то можно купить, про брусничный соус, там, например, горелла, ещё какие-то самые редкие, что такое? Ну вот мы сейчас перешли в новый формат, когда наш праздник не раз в месяц, не раз в три месяца, а каждую субботу, и поэтому, конечно, каких-то таких уникальных энтузиастов нужно искать каждую неделю. Кто есть классный? Есть девушка, которая сама выращивает рожь, сама серпом под песню традиционный белорусский жнёт, сама его как-то там мнёт и делает муку, и из этой муки делает хлеб. Есть ребята, которые делают соусы из лука. Например, мы так все с вами думаем, что за соус, там, ну, лук, там, перемололи. Но когда я была два года назад на итальянской выставке, вот мы являемся слоуфудовцами, мы в этом сообществе, и вот нас приглашали в Италию на такую тусовку огромную, где было пять тысяч делегатов со всего мира. Туда на выставку приехал какой-то немецкий дед вот с такими усищами, и он привёз, представляете, что? Лук. И у него стояла целая очередь, и он там с этим луком стоял, и все такие, вау, боже, это же такой лук, такой лук. Мы стояли так вот и думали, мы что-то не понимаем, чешо, вот так вот. Потому что мы там попривозили всего такого, нам казалось классно, там, сал. По полюбиться колбасу. А он тут с каким-то луком. И у него какой-то совершенно невкусный этот луковый джем был, по сравнению с тем, который делают у нас здесь в Беларуси. Стоил он что-то, там, 10 евро за такую баночку. Мы подумали, не, все, все записали, все эти их европейские тенденции. Вот, все, приехали, говорили, так, ребята, делаем такое, 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 продаем в 10 раз дешевле, и это все будет круто. Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. Сегодня у нас в гостях фудкоуч, автор проекта «Усё свое» Ксения Явецкая. Продолжаем наш интересный разговор. Ксения, расскажи, смотри, в какой-то момент вся твоя семья перешла на натуральное питание, на «Усё свое». Почувствовали вы, ну, вообще, прилив сил, бодрости, изменения, какое-то здоровье, и насколько это все дорого? Это недорого, сразу скажу, потому что хорошей еды не надо очень много. Она полноценная, и поэтому мне нужно постоянно там доедать. Плюс еще в том, что мы живем в деревне, и мы не можем постоянно бегать в магазин, только потому что «Ой, там, мне в 12 ночи захотелось оливье, и я побежала там круглосуточный, и стала его строгать». То есть ты, у тебя прилив бодрости только от того, что ты не ешь бесконечно, как в городе. Я не скажу, что прямо я стала здоровее, ведь все-таки мы стареем, и, ну, тут уже от еды сильно ничего не зависит. Но дети мои определенно стали какими-то другими, менее там, какими-то депрессивными, истеричными, меньше просят там мультики смотреть и так дальше. Поэтому у меня вот родился третий ребенок, который полностью вот как раз на деревенском всем растет. Я смотрю, что вот у нее, слава богу, нету там кариеса, как у всех предыдущих детей, и я не буду сотни сейчас денег тратить на там лечение. Потому что, вы знаете, эффект от хорошей еды, он такой какой-то незаметный. Это не таблетка, которую ты съел, и тебе сразу стало хорошо. Да, может быть, когда-то, когда мне там будет 80, я сяду там со своими одноклассниками, сравню себя и скажу, ой, я тут круче, я здоровее. А сейчас пока мне 30, ну, я пока не рассыпаюсь, поэтому вроде все ок. Ты вот говорила, что вы партнеритесь с разными фермерами, которые делают своими руками какие-то, может, соусы. Всех ли вы берете в свой проект или вы как-то отсеете? Такие, так, лук у нас уже есть, следующий? Или всех вообще? Нет, конечно, мы не берем всех, потому что хотят многие, но мы ездим всегда в гости. Мы проверяем, как, что растет и кто растет у этих людей. Если там как-то грязно или как-то человек нам отвечает очень размыто о своем производстве, сразу понятно, что тут что-то не так. Что где-то стоит мешок с прикормкой в амбаре. Да, а когда ты пришел, этот амбар открыл, то ты сразу видишь, где там какие мешки. Потому что ты приезжаешь, например, на какую-нибудь куриную такую мини-ферму, а эти все куры в грязи такие неклассные, их жалко, и ты не хочешь боять такого человека в свой проект. Ну и бывают же, конечно, моральные качества очень важные. Не только то, что ты производишь. Если ты человек не очень, если в тебе и злоба какая-то, если мы заметим человека на каких-то там в своих соцсетях, он там кого-то сильно ругает или какими-то плохими словами. С дерезой дерется. Надо отписаться. Да, то мы отписываемся и говорим, что sorry, мы так не можем, потому что, ну... Мало ли у кого-то не будет на ярмарке с датчиком, его ждет участь, как у березы. Сейчас нам достаточно ребят, их уже около трехсот, и поэтому нам есть с кем работать, над кем работать, развивать их, помогать. Ему очень важно, чтобы клиент полюбил точно так же этот вот сырик, который они привезли из какого-нибудь Уорша или из Бреста или из Браслова, ехали, встали в три часа утра, чтобы приехать, а ты говоришь, да не, типа дорого, там еще что-то. Поэтому это очень нужно нам всем общаться и просто учиться вести диалог. Сам проект очень такой добрый, душевный. Вообще очень приятно слушать, как ты рассказываешь. Мы снова в студии шоу «Подъем», и у нас в гостях Ксения Авятская. Сейчас мы будем ее испытывать. У нас есть такой небольшой интерактивчик, небольшая игра, в которой, Леш, ты тоже, кстати, будешь участвовать. Спасибо. Я узнал, что я буду участвовать. В общем, игра называется «Кабачок, патиссон, баклажан». Суть игры в том, что вы сейчас будете видеть пачки семян, и вам нужно будет угадать, как называются эти семена. Я буду давать варианты. Супер, супер. Кто же победит? Кто же победит? Скоро посадочный сезон, выберем сразу, что вырастет. Ну что, давайте первые. У нас первыми идут томаты. Пожалуйста, на экран. Ты что можешь? Значит, варианты. Томат называется «Апельсин, мандарин или томат-томат». Я бы хотела сказать, какой-нибудь желтый принц. Я такой же люблю читать песню. Нет, «Апельсин, мандарин или томат-томат». Ой, главное, чтобы без ГМО написано. Все остальное уже не важно. Томат-томат, я думаю. Или нет, томат-мандарин. Мандарин, стопудняк, все, я повторяю. Мандарин. В общем, вы выбирали между мандарином и апельсином. По-настоящему это апельсин. Томат-апельсин. Пау, никто не победил. Хорошо, ребят, на экране кабачок. Какие варианты могут быть у названия этих смен? Ну, он кустовой. Значит, и он лежит как какой-то зарядный. Ну, неплохо. Так. Патронтаж. Система Град. Кабачок-система Град. Слихарь. Да, кабачок убойный. Кабачок. Бойная сила. Кабачок бабушка не отдаст. Что-нибудь такое. О, это так мило. У меня бы сердечко тогда такое было вязанное. Итак, варианты. Да. Кабачок-парниша. Кабачок-мальчуган. Кабачок-мужичок. Мальчуган. Значит, надо прикинуть размеры. Значит, парниша, мальчуган, мужичок. Стопутняк. Так, Леш. Давай парниша. Потому что врат. Мальчуган. Это мальчуган. Но никто. Никто. Вы что не видите? Это же классический мальчуган. Классический. Мы не общались. Итак. Сердерей корневой. Сердерей. Да, есть варианты у вас какие-то? Как он будет называться? Как-то бородавчатый. Что-нибудь такое. Фалафель. Фалафель. На фалафель похоже. Снежок. Снежок. О-о-о. Не выпал. Лептим из того, что есть. И так, Рафлора. Вариана. Сейчас же подожди, подожди. Мы, может, угадаем. Подожди. Вы не угадаете точно. Я точно угадаю. Сердерей. Леш, отпусти и забудь, что прошло уже не вернуть. Окрошка. Планетарий. Егор. Планетарий. Ну, я бы Егор, конечно, выбрал. Егора вообще. Егор, стопутняк. Он прям глаза есть. Смотри, нос. Все есть, Егор. У меня был такой друг. Это профессиональный Денис. Ты просто смотрела на своего друга. Сельдерей корневой. Да, да. Повезет кого-то. Я же прланетарий. Егор. У тебя просто не было друга Егора. Вот и все. Да ты не жил до этого момента. Ну, что ж, пока что лидируешь все, кто не ты, Леш, получается. Да, да. Поехали дальше. Морковь. Что, давай накинем сами пока. Отлично хранится, смотри, сладкая. Смотри, сладкая. Морковь. Морковь оранжевая. Там какая-нибудь. Ну, судя по предыдущим названиям, может быть что-то либо полностью противоположное, либо что-то такое рядом. Слушай, я же сажала морковь, и я даже не завидела, как там она называется совершенно. Морковь. Вдруг кроличья радость, там вот что-то такое. Морковь любовь. Да. Итак, варианты. Да. Морковь оранжевая. Морковь зайка моя. Морковь гигантелла. Гигантелла. Ну ладно, давай оранжевую. Уже понесло. Так. Гигантелла. Все мимо, это зайка моя, тут же кролик. Да это вы сами придумали, такого не может быть. Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернашнл. И мы продолжаем говорить с нашей гостьей. Фуд-коуч, автор проекта «Все свое» Ксения Вяцкая. Снова здесь. Ксения, расскажи, пожалуйста, ты и твой муж выросли в Минске, и потом переехали в деревню. Что повлияло, как вы приняли решение? Вообще, расскажи историю. Мы хотели, конечно, жить отдельно, и поняли, что строить квартиру, это дорого, а дом намного дешевле. Мы ошиблись, но уже как есть. Мы купили участок, все, и стали строить. Мы выросли в маленьких квартирках. Просто мы, наверное, реализовывали какие-то свои детские мечты, и чтобы наши дети росли немножко под руком, в большем воздухе и пространстве. Все, мы это сделали. Теперь нам холодно, у нас огромный дом, мы не можем его отопить, мы ходим в валенках по нему. Но зато у нас большое пространство, и окна в пол такие, в которых задувают... О, моя мечта! Да, холод. Разбило мои мечты сейчас. Вот так копово. Вот так. Но это взросление. А какие еще были подводные камни, помимо валенок, стоимости, сквозняка из-под окон? Да, да, да. Ну все, камни закончились, началось взросление. Там копали, глина пошла. Глина, там стопы дня, ты постоянно вот эту вот грязь всю эту ты носишь. Но самый кайф в том, что ты вдруг становишься ответственным только сам за себя. То есть у нас нету там водички, которая сама по себе течет из крана, да, ты должен ее сам сделать. Вот. Нету отопления, которое ты там сидишь и только в городе на жесты там пишешь письма. Ох, как жарко! Или тут холодно. А ты сам это все регулируешь. Но со временем, каждый месяц ты что-то делаешь для природы, для компостной ямы, например. Я наблюдала, как разлагаются пакеты, ну такие вот вещи. Поэтому это все очень круто. Ты периодически подходила или ты так вместо телевизора? А у меня нету телевизора, я так и смотрю в окна. Тыкаю в пакет. Да. Смотришь там, как червяки ходят. То есть восхищает такие вещи, которые нас восхищали в детстве, например. А потом мы вдруг как-то об этом забываем, становимся совершенно не теми людьми и только ходим к психотерапевту и говорим, о, что-то не так, что-то не так. А тут он не нужен. Тут у тебя вот тут козы соседские погуляли, там, сожрали все у тебя. Тут и дрова поколешь, там. Я иногда вот хожу, колю. Знаешь, например, вот ссоры такие вот пустые, бытовые, с мужем полностью исчезли, потому что у него нету сил вообще даже ругаться, там, что-то говорить. Идеально. Тем более ты после бревен вернулась с топором. Какие ссоры могут быть, как бы. Просто давай. Дорогой, тебя все устраивает. С колуном таким огромным, знаешь. А здесь еще дрова держишь. Тебе все устраивает, тебе немного окучить нужно. Просто мы стали ответственными людьми. И наши даже родители заметили это, сказать, что вы намного лучше, уже не истеричны, не нервозны. Ты живешь в деревне, много времени уходит на какой-то быт, на хозяйство. Как зарабатывать деньги? Каждый день ездить в Минск, работать на фрилансе или вообще какие варианты? Вариантов много, но, конечно, уйти нужно морально от того, что в деревне есть работа, куда ты можешь ходить, надевать красивую юбку, там нет офисов, там нет зданий, где ты можешь убирать или еще что-то. Да, конечно, это фриланс, потому что у меня была работа, когда я ездила в Минск каждый день. Это безумно сложно. Ты уже просто перестаешь ощущать, где эта жизнь, где эти дети. Ой, их надо постоянно лететь, забирать там из этих школ, там садиков, всего деревенских. Вот, поэтому мы отменили эти все работы в Минске и стали работать так вот в интернете. Вот, но для человека, который хочет просто жить и выращивать что-то свое и продавать, ресурса масса, особенно летом, когда ты можешь деревенских там бабушек поднапрячь или таких мужичков, которым нечем заняться, они с удовольствием за деньги собирают ягоды какие-то, отдают тебе бесплатно всякие кабачки с яблоками, с грушами. То есть таких работ на земле очень много, и там просто поле непаханное. Спасибо большое, что сегодня пришла к нам в гости. Успехов тебе! Успехов тебе!